День добрый! Всем здравствуйте! Мы продолжаем говорить о спряжении глаголов. Конъюгация часовников. Спряжение глаголов. В прошлый раз мы с вами говорили о четвертом и третьем спряжении. В четвертом спряжении всего 5 глаголов. К третьему спряжению относятся глаголы, которые заканчиваются на АЧ. И когда мы говорим Я в таких глаголах, окончание будет М. Например, ДАМ, ВЕМ, МАМ и так далее. Сегодня мы поговорим о втором и о первом спряжении. Здесь же, когда мы будем говорить Я, глаголы будут иметь окончание ЭЗ ОГОНКЕ. Поэтому, собственно, я объединила. Итак, во втором спряжении. Ко второму спряжению относятся глаголы, которых два и более слогов и которые заканчиваются на ИЧ, ИЧ. Также часть глаголов на АЧ и часть глаголов на ЭЧ. К первому спряжению относятся большущая группа глаголов. Это самое такое емкое спряжение. К первому спряжению относятся глаголы, которые заканчиваются на ОВАЧ, ИВАЧ, ИВАЧ, АВАЧ. Которые заканчиваются на НОНЧ, ОНЧ. Также односложные, то есть коротенькие глаголы на ИЧ, ИЧ, УЧ с одним слогом. Часть глаголов на H и на H. Также глаголы, которые заканчиваются на CH. То есть, когда у нас стоит согласный и слово заканчивается Ч. И глаголы, которые заканчиваются на Ц. Пец, бец, мут. Обратите внимание, что глаголы на H и H есть как в третьем, так и во втором, так и в первом спряжении. Как же тут разобраться и не запутаться? Я написала такую подсказочку-шпаргалочку. Повторю, что презентацию, я ссылку на презентацию прикреплю под видео. Пожалуйста, зайдите, почитайте. А мы с вами сегодня проспрягаем вот такое количество глаголов. Их, конечно же, в разы больше. Спрягать мы будем с примерами, как всегда. И у меня к вам просьба. Повторяйте, пожалуйста, все вслух. Это важно. Начнем с глаголов движения ищь, ходить. Идти, ходить. Я иду, я хожу. Глагол идти мы используем, когда действие совершается нерегулярно, один раз, в текущем моменте времени. Глагол ходить, ходить мы используем, когда действие совершается регулярно. Регулярно, постоянно, часто повторяется. Я иде, я ходзе. Ты идешь, ты ходишь. Он, она иде, он, она ходи. Мы идемы, мы ходимы. Вы идете, вы ходите. Они, они идом, они, они, они ходзом. Обратите внимание. Я иде, они, они идем. Д, твердый звук. В серединочке ты, он, она, мы, вы идете. Дж, дз звук. То же самое с этим глаголом ходить. Я ходзе, дз твердо, они, они ходзом, твердо. В серединочке звук дж. Ходжиш, ходжи, ходжимы, ходжите. Переходим к примерам. Цодженненье я ходзе до школы. Ежедневно я хожу в школу. Действие у нас повторяется регулярно. Цодженненье я ходзе до школы. Ежедневно. Дзиш иде до школы пузжней, ниж звыкле. Сегодня я иду в школу позже, чем обычно. Сегодня я иду. Як часто ходзишь до працы тому лицом? Как часто ты ходзишь на работу этой улицей? Видим, если окончание ш, значит, мы говорим о ты. Идешь до працы. Идешь на работу. Ты идешь на работу. Марек, Марек, то он, ведь ходжи, иде. Марек ходжи на спацер с псем два раза дженненье. Марек ходит на прогулку с псом два раза в день. Марек иде на спацер с псем. Марек идет на прогулку с псом. Обратите внимание, то дженненье мы проговариваем две буквы в кин. Дженненье также. Ходжимы до кина у уикенды. Мы ходим в кино по выходным. Идемы до кина в субботы. Мы идем в кино в субботу. Если окончание мы, то значит, речь идет о мы, о нас. Независимо от спряжения. Когда мы говорим мы, окончание у глагола будет мы. То же самое, когда мы говорим вы, будет окончание у глагола че, независимо от спряжения. Ходите до склепу по воживам. Вы ходите в магазин за овощами. Идете террас до склепу. Вы идете сейчас в магазин. Сонщеджи. Сонщеджи то они, вен, с идом ходзом. Сонщеджи. Чонгли ходзом по мешканню. С покою до кухни. С кухни на корытаж. С корытажу до воженки. С воженки до покою. Соседи постоянно ходят по квартире. С комнаты в кухню. С кухни в коридор. С коридора в ванну. С ванной в комнату. Если у вас так же, напишите, пожалуйста, в комментариях об этом. Сонщеджи идут до кухни. Соседи идут на кухню. Идут в кухню. Следующие два глагола ехать, ездить. То же самое. Ехать. Я еду. Ездить. Я езжу. Действие совершается нерегулярно. Действие совершается регулярно. Постоянно повторяется. Я еде. Еждже. Ты едешь. Ездишь. Он, она еде. Езжди. Мы едемы. Ездимы. Вы едете. Ездите. Они, они ядом. Ежджом. Также обратите внимание. Ядэ. Ядом. Твёрдая буковка д. В серединке дж. Еджешь. Еджем. И читаем примеры. Я езжджа до школы трамвая. Аледжись ядэ автобусом. Я езжу обычно в школу трамвая. Но сегодня я еду автобусом. И напомню, что в польском языке мы ездим чем-то. Не на чем-то. Мы не можем сказать ядэ на автобусе. Значит, мы едем на крыши автобуса. Только чем-то мы ездим. Ядэ автобусом. Чэнсто ездиш таксувком. Ты часто ездишь на такси. Ты, поэтому качанеш ш. Ты терас ездишь таксувком. Ты сейчас ездишь на такси. До працы она езжджи ровэром. На работу она ездит на велосипеде. То есть велосипедом. Чем? Она ездит ровэром по парку. Чили в парк. Она ездит на велосипеде по парку. Или же в парк. Ездимы до польски цо месяц. Мы ездим. Мы ездим в Польшу каждый месяц. Ежемесячно. Ездимы. Прzepрашим. Ездимы с польски. Едимы. Прzepрашим, Барзо. Уже заговариваюсь. Ездимы до польски цо месяц. Мы ездим в Польшу ежемесячно. Едимы. З польски. Едимы. Мы едим с Польши. Они езджом до място почонгим. Они ездят в город поездом. Например, может, где-то за городом живут. Они едут поездом. Здесь они регулярно ездят. И сейчас они едут. Настемпный часовник муц. Следующий глагол мочь. И также, смотрите, если мы добавляем з в приставочку, то будет смочь. Я могу. Я смогу. Я могу. Я смогу. Я могу. Ты можешь. Он, Оно, Оно, Може. Мы. Можемы. Вы. Можете. Они, Оно, Могом. Смотрите. Моге. Могом. Твёрдое Г. В серединочке чередуется в звук Ж. Читаем примеры. Моге мувич по-польску. Я могу говорить по-польски. Можешь ехать по-чонгам или автобусам. Ты можешь ехать поездом или автобусом. Пётр, то он. Пётр може вкрутце пшисть ту. Пётр може вскоре прийти сюда. Таня, то она. Таня може то зробить. Таня може это сделать. Можемы шибко научыться читать по-польску. Но так уж и вишче. Мы можем быстро научиться читать по-польски. Можете затшимать счету на тыджень. Вы можете остаться здесь на неделю. Вельгонды могут долго жить без воды. Верблюды, то они, венц могут. Верблюды могут долго жить без воды. Часовник купить, купить. И также есть глагол куповать, покупать. В чём разница? Я куплю ещё где-то там в будущем времени. И я купую, я покупаю в настоящем времени. Как работаем с глаголами, которые заканчиваются на овощ, ивощ, авощ, ивощ. Здесь вычёркивается полностью овощ, авощ, ивощ, ивощ. Вот это окончание. Остаётся основа, которой добавляется две буковки уй и нужное окончание. Если я, то это с огонким, ты, ш, мы, мы, вы, 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 че окончание. И всё по стандартному правилу. Итак, прочитаем примеры. Прочитаем спряжение вначале. А если мы скажем, что я покупаю, вот я сейчас стою в магазине и покупаю, то мы скажем, купу я хлеб и молоко, масло, масло растительное и сметану. Я покупаю хлеб и молоко. Ты купишь помидоры, огурки, цукиня, капусты, мархов и бураки. Ты купишь помидоры, огурцы, кабачки, капусту, морковь и бурочки, свёклу. Мама купи, мама, то она, мама купи в склепе помаранча и бананы, а ешче ябка и грушки. Мама купит в магазине апельсины и бананы, а ещё яблоко и груши. А как мы скажем, если мама покупает в магазине сейчас бананы, например? Мама купу я, без огонка я у нас, то есть овочь, вычёркиваем, остается куп, добавляем уй, купуй и просто окончание п. Купу я, мама купу я в склепе помаранча и бананы. Мама покупает. Дальше. Купимы на рынку петрушка и куперек. Мы купим на рынке петрушку и укроп. А если мы покупаем сейчас, куп, уй, и мы купуем на рынку петрушка и куперек. Чы купите частэчка до хэрбаты? Вы купите печенька или какие-то пироженки к чаю? И также есть слово ещё купча. Купча – это такое повелительное наклонение. Почему я бы сюда встаяла, потому что у меня спрашивали, у вас ошибка? Нет, не ошибка. Купча – это когда, например, иди, садись, ляг. Вот такие купите. То есть не вы купите, а купите, пожалуйста. Например, просьба. Купча частэчка до хэрбаты. Купите печенье к чаю. Они ниц не купюм. Пшиядом с пустыми рынками. Они ничего не купят, приедут с пустыми руками. Часовник вручить. И также есть часовник врацать. Он не относится к первому и второму спряжению, о которых мы сегодня говорим. Но для примера вручить. Вернуться. Я вернусь. То есть в будущем времени. А я возвращаюсь сейчас. Врацам в понедельник. Сейчас. То есть вруце в понедельник. Я вернусь в понедельник. Будущее время. Врацам в понедельник. Я возвращаюсь. Хотя еще только в понедельник. Но сам глагол в настоящем времени стоит. Я возвращаюсь. Итак, читаем, как спрягается. Я вруце. Ты вручишь. Он, она вручи. Мы вручимы. Вы вручите. Они, они вруцом. Опять же, я и они. С звук. В серединочке звук меняется. Чередование происходит на звук Ч. Вручишь. Читаем примеры. Вруце в понедельник. Я вернусь в понедельник. А если мы скажем, что я возвращаюсь в понедельник. Мы скажем, врацам в понедельник. Я возвращаюсь в понедельник. Вручишь в вторник. Ты вернешься во вторник. Она вручи в щроды. Она вернется в среду. Он вручи в четверг. Он вернется в четверг. Вручимы в пентак. Мы вернемся в пятницу. Вручите в суботы. Вы вернетесь в суботу. Они вруцом в неджеле. Они вернутся в воскресенье. Заодно повторили дни недели. Но обратите внимание, что женского рода слова изменяются. Так как изменяется падеж. Изменяется окончание у них. В щроды. В суботы. Так просто. Щрода. День недели называется. Но в шроды. Собота. Но в суботы. Неджела. Но в неджеле. Часовник робич, делать. Зробич, сделать. Я робе. Ты робишь. Он, она роби. Мы робимы. Вы робиче. Они, она робим. Я делаю. Я робе. Я зробе. Я сделаю. И читаем примеры. Я завши вшистку робе поправлю. Я всегда все делаю правильно. Ты уверен, что сделаешь это сегодня. Моя научителька. Моя научителька то она, венц роби. Моя научителька роби чекаве презентация. Моя учительница делает интересные презентации. Робимы то разом. Венц у нас вшистку и дешитку. Мы делаем это вместе. Поэтому, венц. Поэтому у нас все идет быстро. Робича вшистку згодне с планем. Вы делаете все согласно плану. Дечи. Дечи то они робиом. Дечи робиом. Картки для родицов. Дети делают открытки для родителей. Часовник мувич. Говорить. Я мувя. Ты мувиш. Он, она муви. Мы мувимы. Вы мувичи. Они, они мувиом. Мувя о важных жечах. Я говорю о важных вещах. Чвет не мувиш по-польску. Ты отлично говоришь по-польски. Моя братаница то она, венц муви. Моя братаница муви в трех языках. Моя племянница говорит на трех языках. Твой счастшенец то он завши муви правды. Твой племянник, то есть сын сестры, всегда говорит правду. Влашня о ты мувимы. Собственно, об этом мы и говорим. О кем мувите? О ком вы говорите? О чем Каща и Зося мувиом? Каща и Зося то он и, венц мувиом. А о чем Катя и Зося говорят? О чем Каща и Зося мувиом? Основник прощич, просить. Я проше, ты прощишь, он, она прощи, мы прощимы, вы прощичи, они, они прошу. Я и они часто выделяются в серединочке щ. Такое прощишь, проше. Проше о помощь. Я прошу о помощи. Прощишь и машь помощь. Ты просишь и тебе помогают. И ты имеешь помощь. Муй кот, то он. Муй кот целый час оцочь прощи. Мой кот все время о чем-то просит. Прощимы о выбачении. Мы просим прощения. Вы не прощите, а вы могаче. Вы не просите, вы требуете. Они о ниц не прошу. Они ни о чем не просят, ничего не просят. Обратите внимание, когда мы просим, в польском языке мы просим о. Проши о помощь. Прошу, можем в русском языке, прошу помощи, прошу о помощи. В польском только о помощь. Они о ниц не прошим. Они ничего не просят. Но в польском будет они, они что не просят, ни о чем не просят. Мой кот все время о чем-то просит, о что-то просит. Запоминаем. Прощич о. Дальше глагол жуцач, жучич. Я вначале его написала в третье спряжение, но потом переставила в презентацию с первым, со вторым спряжением. Смотрите, вот этот глагол у нас относится к нашей теме, а жуцач глагол относится к предыдущей теме. Но, тем не менее, разберем жуцач, я жуцам, жучич, я жуце, то есть кидать, я кидаю, жучич, я кину, еще где-то там в будущем времени. Прочитаем, как спрягается глагол жучич, а примеры почитаем на глагол жуцач. Ну и давайте жуцать тоже прочитаем. Я жуцам, ты жуцаш, он, она жуца, мы жуцамы, вы жуцачи, они, она жуцаю. Жуцам, че пилке, а ты ён лап. Пилка, она, мяч. Я бросаю тебе мяч, а ты его лави. Мяч в русском языке мужского рода, пилка в польском языке женского рода. Я бросаю тебе мяч. А если мы скажем, я брошу тебе мяч, жуце, че пилка, я брошу тебе мяч. Жуцаш шмечи до поемника, ты бросаешь мусор в контейнер мусорный. Если бросишь мусор, жучишь шмечи, бросишь мусор. Он жуцат таком пенкном девчине, он бросает такую красивую девушку, ай-яй-яй. Жуцамы каменья в воде. Мы бросаем каменья в воду. Жуцачи ми вызвание. Вы бросаете мне вызов. Оны жуцаем поленья. Они бросают курить. А если бросят? Оны жуцом поленья. Они бросят курить. Глагол хотеть, хчечь. Я хце, ты хцешь, он, она, она, ону хце, мы хцемы, вы хцече, они, они хцомы. Хце додому. Я хочу домой. Я не хце спать. Я не хочу спать. Односложный. Глагол, перед ним предлог, удоение падает на предлог. Я не хце спать. А че хце тегу? А хачу ли я этого? Чего хце? Чего я хочу? Кстати, напишите, чего бы вы сейчас хотели. Хцешь пущь за мно? Ты хочешь пойти со мной? Мой кот хце млека. Мой кот то он. Мой кот хочет молока. Моя цурка то она. Моя цурка хце выиграть. Моя дочь хочет выиграть. Детско то оно. Детско хце до туалеты. Ребенок хочет в туалет. Не хцемы ехать с вами. Мы не хотим ехать с вами. Если хцече, добже мувич по польску. Чеба мувич. Но так, если вы хотите хорошо говорить по-польски, нужно говорить. Хцече об лекции бы ученщей? Вы хотите, чтобы уроки были чаще? Шыстцы хцом быч шчайшливы. Все хотят быть счастливы. Часовник щедзеч, сидец. Я щедзе. Ты щедзиш. Он, она щедзи. Мы щедзимы. Вы щедзите. Они, она щедзом. Дз, дз, твердый я и они. Серединки джи. Читаем примеры. Щедзе выгодня на кшэшле. Я сижу удобно на стуле. Выгодня, не выгодна, а удобна. Щедзишь на лавце обок дому. Ты сидишь на лавочке рядом с домом. Кот щедзе на парапеече. Кот то он. Кот сидит на подоконнике. Щедзимы пши компутэжи. Мы сидим за компьютером. Мы не сидим в польском языке за столом или за компьютером. Пши. Щедзимы пши компутэжи. Щедзимы пши столе. Щедзи че и слухача. Вы сидите и слушаете. И я надеюсь, что внимательно. Они щедзом пши столе. Они сидят за столом. Часовник мущеч. Быть должным. Например, я муше. То есть можем сказать я должна. Но также этот глагол мы используем, когда мы в русском языке говорим мне надо что-то сделать, например. Но мы тоже скажем муше то зробич. Я должна или мне надо это сделать. Я муше. Ты мущеш. Он, она муще. Мы мущеимы. Вы мущече. Они, она мушу. Читаем примеры. Жебы схуднонш. Муша ещь мне и венцы щежу рушач. Чтобы похудеть, я должна или мне нужно кушать меньше и больше двигаться. Обратите внимание на глагол рушач. Мы не говорим рухач. Потому что если мы скажем рухач, это переводится как заниматься любовью. Мущеш зробич то до ютра. Ты должен или тебе надо сделать это до завтра. Анна муще сдонжич на самолет. Анна должна успеть на самолет. Мушимы му поведич о тым. Мы должны ему рассказать об этом. Мушиче быть грешны с ними. Вам нужно быть вежливыми с ними. Дети не должны учиться, научиться читать, прежде чем пойдут в школу. Возможно, и должны научиться читать, но я хотела здесь поставить отрицание. Вы видели, что споряжение работает как в утвердительных предложениях, так и в вопросительных и в отрицательных. Часовник запомнить, забыть. И часовник запоминать, забывать. Он у нас не к нашим споряжениям сегодняшним относится. Он относится к третьему споряжению. Тем не менее, для того, чтобы понять разницу. Я забуду и я забываю. Запомнить. Забыть. Я запомне. Ты запомнишь. Он, она. Запомни. Запомни. Мы запомнимы. Вы. Запомните. Они. Они запомнят. Читаем примеры. Я напевно запомне. Пропомни мне. Прошу. Я наверняка забуду. Напомни мне, пожалуйста. Пропомни мне. Напомни мне. Не запомни, что сделать. Ты не забудешь это сделать. Если ему не вспомнить, он запомни. Если ему не напомнить, не припомнить, он забудет. Незапомнимы выучучи верш. Мы не забудем выучить стихотворение. Не запомните забрать кота. Направда? Вы же не забудете забрать кота, правда? Они нас нигде не запомнят. Они нас никогда не забудут. Видеть. Видеть. Я видзе. Ты видзеш. Он. Она видзе. Мы видимы. Вы видзите. Они. Она видзо. Опять же, я, а не дз. Серединки джи. Видзе го по раз перше. Я вижу его в первый раз. Видзеш, до чего то допровадзио? Ты видзеш, к чему это привело? Моя жона, то она. Моя жона часто видзе го в банку. Моя жена часто видзе го в банке. Видзите цочь на экране? Вы видите что-то на экране? Так. Видзимы салветка джевчины. Да, мы видим силуэт девушки. Роман и Яцек, то они. Роман и Яцек добже видзо в чемноще. Роман и Яцек хорошо видзо в темноте. Патшич, смотреть. Тут у нас был глагол видеть, а тут мы глагол имеем смотреть. Патшич. Смотрите, есть еще глагол огляндач, на пшиках огляндач телевизия. Это смотреть. Так же переводится, но смотреть долго, пристально, внимательно. Когда мы прям вот долго какую-то передачу или какой-то фильм смотрим. Так же мы можем пойти в музей, долго смотреть картину какую-то. Патшич, просто смотреть. Я падше, ты падшишь, он, она падше, мы падшимы, вы падшича, они, они падшу. И почитаем примеры. Патше в окно. Я смотрю в окно. Патшишь нам не якошь дивнее. Ты смотришь на меня как-то странно. Она падше на спуднице и мы шли купить, чиня купить. Она смотрит на юбку и думает, купить или не купить. Патшимы, як отлатуя самолёт. Мы смотрим, как улетает самолёт. Отлетает. Вы падшичи неуважни. Вы смотрите невнимательно. Бабча с внукем падшом, як рослым квятым угродзе. Бабушка с внуком смотрят, как растут цветочки в огороде, в саду. И такой пример. Патши в окно и видзе, як щедеш в алтане и углёндаш фильм, а я чекам, кеды спойжиш на мне. Несколько глаголов виденья, смотрения в одном предложении. Я смотрю в окно и вижу, как ты сидишь в беседке и смотришь фильм, а я жду, когда ты взглянешь на меня. Польжете взглянуть, посмотреть. Слышать, слышать. Я слыша, ты слышишь. Он, она, оно слышит. Мы слышимы, вы слышите. Они, они слышу. Слышишь пев птаков. Я слышу пение птиц. Слышишь щеканья пса. Ты слышишь власть собаки. Он слышит мяучение кота. Он слышит, как мяукает кот. Слышимы писк мыши. Мы слышим, как пищит мышка. Слышите, як шпеваем словики. Вы слышите, как поют соловьи? Их сомщеджи вшистку слышом видзом и ведзом. Их соседи все слышат, а также видят и знают. Хубальная тема соседей у меня. Показать, показать. И также есть глагол показывать, показывать. Я покажу где-то там в будущем времени. И я показываю сейчас в настоящем времени. Как мы работаем с глаголами, которые заканчиваются на Ивач, Ивач, Авач. Мы вычеркиваем полностью Ивач в данном случае. Добавляем УЙ и нужное окончание. Итак, спрягаем глагол показать. Я покажем, я показываю. Ты покажешь, показываешь. Он, она покаже, показывает. Мы покажемы, показывемы. Вы покажете, показываете. По keluим, они, they покажем, показывают. Читаем примеры. Покажете свой рисунок. Я покажу тебе свой рисунок. А если я показываю? Показываете свой рисунок. Я показываю тебе свой рисунок. Покажешь нам свой дом. Ты покажешь нам свой дом? Эва, это она. Эва покажет, как танцевать польку и вальс. Если она показывает, то она показывает, как танцевать. Покажем, как шесть надвожец. Мы покажем тебе, как пройти на вокзал. Шкода же не покажете нам, где шимача пенёнзе. Ну, она правда. Жаль, что вы не покажете нам, где вы держите свои деньги. Они покажут швяту своё открытие науковое. Они покажут миру свои открытия в науке. А если они показывают сейчас, то они показуют швяту. Они показывают мир. Часовник «брач» очень интересный, так же, как и глагол «стирать прач». Смотрите, «брач» я бёре, ты бежишь. Прям полностью меняется основа. Он, она беже, мы бежемы, вы бежече, они, они бёром. Я и они р-бёре, бёром. В серединке ж-бежеж, беже, бежемы, бежече. И читаем примеры. Бёры за собой пашпорт, пенёнзе, документы, ключи и убрание. Я беру с собой паспорт, деньги, документы, ключи и одежду. Бежишь на щебе с бытвели. То есть мы можем не в буквальном смысле, не в прямом смысле что-то брать в руки, а в переносном смысле так же. Ты слишком много на себя берёшь. Ты берёшь на себя слишком много. Она не беже за собой, а не чапки, а не шалика, а не ренковичек, хоча ж террас ест зима. Она не берёт с собой ни шапки, ни шарфик, ни рукавички, ни перчатки. Хотя сейчас зима. В баню Пётр берёт мочалку, мыло, гель для душа, шампунь, полотенце и термос с чаем. В подруж бежем мы в алиске на кулках. Путешествием мы берём чемоданы на колёсах. Цё бежече на вакансия, что вы берёте в отпуск? Они берут в дороге ружной леки. Они берут в дорогу разные лекарства. Таблетки, мащ, чекавка, кропля, сироп и бандаш. Разные лекарства. Таблетки, мащ, шприц, капли, сироп и бинт. Часовник прач, стирать. Изменяется, спрягается по аналогии с глаголом брать. Брач, прач. Я пёре, ты пежеш, он, она пеже, мы пежемы, вы пежечи, они, они пёру. Смешно испрягается. И читаем пример. Я завши пёры в пральце. Я всегда стираю в стиральной машине. Пежеш барзу чэнсто. Ты стираешь очень часто. Войтек-то он. Войтек чэнсто пеже скорпетки. Войтек часто стирает носки. Она часами пеже по праце. Она иногда стирает после работы. Жадко пежемы зимовые жечи. Мы редко стираем зимние вещи. Пежече в неджеле вы стираете по воскресеньям. Они от часу до часу пёру колоровы убраня враз с бялой. Они время от времени стирают цветную одежду вместе с белой. Я нигде не пёры в нотцы. Я никогда не стираю ночью. Чим ты звыкно пежеш? Чем ты обычно стираешь? Заодно мы здесь с вами познакомились со словами такими, как часто, редко, время от времени, иногда, никогда. Часовник достачь. Сыноним отшимать. Достачь. Получить. Есть глагол доставать. Получать. Я получу будущее время. Я получаю настоящее время. Я достану. Я достану. Я достану. Ты достанешь. Он, она достанет. Мы достанем. Вы достанете. Они, они достанут. Если часовник доставать. Я достаю. Ты достанешь. Идем. Прободает буковка на. И читаем примеры. Я, напевно, достану карты поляка. Я наверняка получу карту поляка. Достанешь презент от Оксаны. Ты получишь подарок от Оксаны. Он ниц не достанет на уроджины. Он ничего не получит на день рождения. Проминился, что ли? Достанем мы пенсия на час. Мы получим зарплату во время пенсии. Вы не получите премию в этом месяце. Ну, точно провинились. Они достанут награды за свои выщилки. Они получат какую-то награду за свои усилия. Я недолго достану первшим эмиритуры. Я скоро получу свою первую пенсию. Часовник спать. Препрошу, сделаем прерву на секундочку. Так, я же вручила. Часовник спать. Я шпе. Ты шпиш. Он, она шпи. Мы шпимы. Вы шпите. Они, она шпем. И приклады. Шпе на ушку. Я сплю на кровати. Ты шпиш на канапе. Он шпи на подводце. Шпимы на матерасу. Шпиче под коудром. Под коцем. Они шпи на подушках. Шпе, где есть чистая пресчерадуа. Пошевка на подушке. И пошевка на коудре. То есть я сплю, когда у нас есть чистая пресчераду. Просто, наверное, простирается на всю кровать. Пошевка на подушке. Что-то пошили на подушку, и получилось наволочка. Пошевка на коудре. Что-то пошили на одеяло, и получился пододеяльник. Писать. Писать. Я пишу. И также есть глагол написать. Написать. Я пишу, и я напишу в будущем времени. Я пишу, или я напишу, ты пишешь, он, она пишет, мы пишемы, вы пишете, они, они пишут. Пишу емейла. Я пишу емейл. Напишу емейла. Я напишу емейл. Пишешь лист. Пишешь письмо. Есть еще слово лист. Это письмо. А если бы было пишешь листе с огонки, значит, мы имели в виду, что пишем список. Лист и листа. Два слова. Лист, письмо. Листа. Список. Оно пише, як кура пазурен. То есть оно, детско, например, ребёнок пише, как курица лапой. Пишемы правым рынком. Мы пишем правой рукой. Пишечи тест. В моем бюже пшес цавый джень шисцы цош пишу. Глагол отвожич и отверач. Отверач у нас к третьему спряжению относится. Ну, просто для сравнения. Открыть. Я открою в будущем. Я открываю сейчас. Я отворже, ты отворжишь, он, она отворжи, мы отворжимы, вы отворжите, они, они отворжу. Отворже новом кавярне. Я открою новое кафе. Месля я сейчас открываю. Отверам новом кавярне. Отворжишь джвейн. Ты откроешь дверь. Она отворжи подреншник и начнет учить язык фольске ломки. Отворжимы вам правды. Мы откроем вам правду. Опять же, слово здесь переносным значением. Дверь мы можем прям руками, ногами, чем угодно, плечом открывать физически. И также в таком переносном смысле эти глаголы используются. Отворжи че для щебе вели новым. Вы откроете для себя много нового. Джаткови отворжим слоик с джемом и вшистко с ецом. Дедушки, бабушки, джаткови, собирательный образ. Это дедушка, бабушка вместе. Дедушка, бабушка откроют банку, слоик. Это стеклянная банка с вареньем. И все скушают. Вежич, верить. Или увежич, поверить. Я веже, я увеже. Я верю, я поверю. Ты вежишь, он, она вежи, мы вежимы, вы вежича, они, она вежу. Вежичи, я верю тебе. У вежичи, я поверю тебе. Вежишь в Бога, ты веришь в Бога. Зофия, то она, вежи. Зофия вежи в Мэнжови. София верит в мужу. Правильно делает. Вежимы в лепшем шишу. Сейчас мы все верим в лучшее будущее, как никогда. Вежичи в свое джече. Вы верите в своих детей. Марья и Ян вежу, живыграю в конкурсе. Они, Марья и Ян, верят, что выиграют в конкурсе. Зачончь, как раз у нас пошли глаголы на онч. Зачончь, начать что-то. Есть глагол зачинать, он опять же к третьему спряжению относится, но для аналогии, для примера я опишу здесь внизу. Я начну и я начинаю. Я зачне, ты зачнешь, он, она зачнешь, мы зачнемы, вы зачнете, они, она зачнем. Читаем и приклады, читаем примеры. Я начну с сегодняшний урок с приветствия. А если я начинаю, зачинам в джечейшем лекции от приветствия. Я начинаю с сегодняшний урок с приветствия. Ютро зачнешь учить еще в школе. Ютро-завтра ты начнешь учиться в школе. Он зачнешь все снова. Он начнет все заново. А если начинает, он зачина все снова. Он начинает все заново. Зачнемы нашу подружь с Вроцлавя. Мы начнем наше путешествие со Вроцлавом. Зачнете писать тест по звонку. Вы начнете писать тест по звонку. После звонка. Они зачнешь есть, когда на небе взойдет первая звезда. Они начнут кушать, когда на небе взойдет первая звезда. Працовач. Глаговно овач. Работать. Овач вычеркиваем. Добавляем уй. И нужное окончание. Я працую. Ты працую. Он, она працую. Мы працуемы. Вы працую. Они, они працуем. Я не працую. Я не работаю. Я домохозяйка. Працую. Я какого-корепетитор языка польского. До ктуры працуешь дичьей. От ктуры до ктуры твой муж працует в суботе. То есть до скольки ты работаешь сегодня, со скольки до скольки твой муж работает в суботу. Працуемы над новым проектом. Разом працюечи в фабрице Юлія и Хелена працуем по студиях. После занятий. Малёвач, рисовач. Два глагога на овач. И двоём они переводятся как рисовать. Только малюемы мы красками, рисуемы мы карандашами, например, или палочкой на песке. Я малюе, рисуе. Ты малюеш, рисуеш. Он, она малюе, рисуе. Мы малюемы, рисуемы. Вы малюече, рисуече. Они, они малюем, рисуем. Овач, вычёркиваем, добавляем «уй» и нужное окончание. Рысуе олувке. Я рисую простым карандашом. Рысуеш крэтку. Ты рисуешь цветным карандашом. Он рисуе шкиц. Он рисует эскиз. Рысуемы кштауты геометричны. Мы рисуем геометрические фигуры и кштауты. Рысуече на парапече. Вы рисуете на папеже. На парапече, на подоконнике. Ну, может, маленькие дети на подоконнике также рисуют. Рысуече на папеже. Вы рисуете на бумаге. Онны рисуем крэдом на асфальте. Они рисуют мелом на асфальте. Малуя фарбами. То есть я рисую красками. Уже малуя. Малуя шпудуога. Ты красишь пол. Также красим пол мы не карандашикой. Мы красим пол краской. Потом малуя шпудуогу используем. Она малуя ше. Или правильнее будет сказать она ше малуя. Ше у нас не любит стоять в конце. Поддувает ли там сквознячком. И ше частичка никогда не стоит впереди, так как она малышка. Ей запрещено начинать предложение. А в серединке есть самый раз. То есть она такая малышка, которая может бегать по предложению. Он еще малуя. Она красится. То есть делает макияж. Красимся мы также, условно говоря, красками. Тенями. Он малуя шчаны. Он красит стены. Также красками. Поэтому глагол малуя. Малуя мы краеобраз. Мы рисуем пейзаж красками. Спрашиваем малуя че портрет. Вы рисуете портрет. Вы, вас несколько человек, и вы рисуете портрет. Например, группа художника. Они малуем образы. Они рисуют картины. Итак, смотрите. В конце презентации я также нашла в учебнике описание, какое ему спряжение, какие глаголы относятся. Но здесь написано группы, не спряжение. То есть первая группа – это будет третье спряжение. Третье и четвертое здесь же. Вторая группа – это второе спряжение. Третья группа – это будет первое спряжение. Здесь мне нравятся таблички с примерами, поэтому я их вставила. Можно будет почитать, ознакомиться. И также есть вот такая таблица с четырьмя спряжениями. Какие окончания у всех глаголов. Спасибо. 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 Спасибо.